Здравствуйте! Мы работаем в прямом эфире. Сегодня 6 ноября день рождения Архангельского техникума водных магистралей имени героя Советского Союза Сергея Орешкова. Училище называют одним из самых авторитетных среди профтехобразования Поморья. 91 год техникуму имени Орешкова это серьезный возраст. Как же развивается это учебное заведение? Поговорим с его директором Вячеславом Козловым. Здравствуйте, Вячеслав Анатольевич! Здравствуйте! Вы разменяли девятый десяток, да? И переименовали это ведь у вас недавно совсем? Совершенно верно, с 2008 года. Ну, как вот вы считаете, что лучшего нужно взять из истории? На самом деле, 91 год нам сегодня исполняется. Даже страшно произносить эти цифры. А когда начинаешь их каждый раз перелопачивать, снова осознавать, конечно, действительно великая история. 6 ноября 1922 года наше учебное заведение появилось благодаря, безусловно, судостроительному заводу «Красная кузница». Сначала мы назывались Архангельская «Школа морского заводского ученичества». Знаменитый наш выпускник, северный писатель Николай Каковин. В своем произведении «Моя Соломбола», «Детство в Соломболе» он как раз-таки вторую главу посвятил нашей школе и назвал ее «Морская школа». Например, у нас есть вот такие моменты, которые нас, может быть, от других учебных заведений отличают. Это именно наши традиции. Вот, например, на днях мы проводим посвящение в курсанты. То есть они дают клятву курсанта, они пьют соленую воду, как это принято у моряков. Мы, значит, у нас, например, есть еженедельное всеобщее построение, линейка. Целый техникум выстраивается, то есть доносим какую-то информацию. Это тоже нас отличает. В группах, например, у нас не старосты, а старшины, которые перед каждым занятием сдают преподавателю рапорта, явившихся, опоздавших, и что группа к занятию готова. То есть вот такие элементы — это, безусловно, связь с историей. Мы не собираемся от них отказываться, наоборот, всячески поддерживаем. Более того, мы пытаемся сейчас возродить забытые традиции, в частности, введение вот единообразия в форме. Вот, пока этот вопрос так сложно решается, но мы к этому идем. Я думаю, что в этом году уже сделан будет первый шаг к этому. Вот сейчас как живет техникум? То есть все инновации, современные технологии, новое оборудование — это про вас? Здесь я бы хотел ответить таким образом. Профессиональная образовательная организация, она обязана иметь и соответствующую материально-техническую базу, и соответствующее кадровое обеспечение, чтобы соответствовать уровню федерального государственного образовательного стандарта. Если мы этого делать не будем, значит, мы не будем аккредитованы по этой программе. Поэтому в наших программах развития мы заложили, пускай, конечно же, мы развиваемся в ограниченных финансовых ресурсах, как все образование в целом. Поэтому, но тем не менее, программа развития есть, мы к ней тщательнейшим образом стремимся. Последнее наше приобретение — это электронные тренажеры для судоводителей, для судомехаников. Значит, мы начали переоборудовать собственное производство столовой, так как это тоже наше направление. Мы готовим поваров судовых и технологов продукции общественного питания. И также частично закупили новое газосварочное оборудование для судосборщиков корпусов металлических судов. — Потихонечку двигаетесь, да? — Да, безусловно, безусловно. Но это даже по законодательству необходимо. Поэтому, естественно. — Выполняете законодательство. Герой Советского Союза Сергей Орешков, он один из первых выпускников ваших. Ему присвоено имя, техникуму присвоено его имя. А вот что за ребята сейчас поступают техникум? Откуда идут? Каковы их мотивы? — Да, но я прежде всего хотел бы два слова сказать. Действительно, в 1933 году был вот этот выпуск. У нас был выпускником Сергея Николаевича Орешкова, который в 1943 году повторил подвиг Александра Матросова. И, конечно, с тех пор, в 60-х годах мы носим это имя. И как бы мы ни назывались, как бы мы ни переименовывались, мы всегда будем свято бороться за это имя и всегда будем его носить. И пускай они ассоциируются именно с Орешковым, нам это приятно. — Орешковцы такие, да? — Орешковцы, да. У нас и газета так называется «Орешковец». Что касается поступающих. Да разные ребята приходят. Безусловно, разные. Конечно, сейчас есть проблема демографии. Причем она идет разными волнами, чуть больше, чуть меньше. Но в целом проблема есть, безусловно. И, конечно, приходят разные. И приходят где-то и запущенные, может быть, педагогические. Но главное, что мы пускаем всех, что называется. Мы даем надежду всем и работаем со всеми. То есть шанс получить образование, профессиональное образование, нормально трудоустроиться. Это наша, что называется, ниша. Вот. И поэтому для таких ребят мы стараемся сделать максимально удобные и комфортные условия. Работать с такими ребятами очень сложно, но, тем не менее, интересно. Вот. И других не будет. Поэтому мы... — Да. Работаем с теми, кто есть. — Да. Мы... Ну, на самом деле, они есть разные. И, честно говоря, и приходят, ну, например, техник-технолог, да, продукции общественного питания. Там даже идет, собственно, конкурс. Вот. По судоводителям. Конечно, здесь всегда есть проблемы, потому что там, по сути, нужно здоровье космонавта. Там даже малейшие проблемы у здоровья уже идет недопуск. А сейчас, конечно, поколение... — А сейчас это большая... Первая группа здоровья — это просто большая редкость. — Да-да-да. — Этого очень мало. Поэтому это тоже сложность. У нас плавсостав проходит дополнительную медкомиссию, и, конечно, это добавляет свои нюансы. Но вот в этом году мы там, ну, без малого в целом справились неплохо. Там на 97-98 процентов план набора был выполнен. — У вас платное обучение, бесплатное? — Ну, естественно, что оно бесплатное. Ну, во-первых, какое обучение? Да, вы знаете, сейчас по новому закону образования в Российской Федерации там основных три вида, то есть профессиональное образование, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Значит, естественно, что, значит, правительство наше, Министерство образования дает контрольные цифры, устраивает на это конкурс. Учебные заведения участвуют в этом конкурсе. И вот, соответственно, если дают, вот в этом году нам дали 150 человек набрать, то вот эти 150 человек полностью оплачены из областного бюджета. То есть от и до все, что касается федерального государственного образовательного стандарта, они, соответственно, получают. Если ученик, обучающийся изъявляет желание, мы ему обязательно предлагаем так называемое сэндвич образования, дополнительно что-то получить. Да, безусловно, дополнительное образование и то по очень бросовым ценам мы также оказываем. То есть, например, бывает, что у нас повара электрогазосварщиками захотят стать или получить подготовку. Еще или параллельно. Подготовку параллельно, естественно. То есть они выходят уже с целым букетом вот этих сертификатов. Много таких сейчас? Все больше и больше. Они понимают, что этим надо пользоваться. Это время надо ловить. И чтобы отвечать всем вызовам современного мира, надо быть готовым, что эту работу, например, ты потеряешь. Сейчас тут не устроился. Ну, это общая тенденция профтеха. Это в целом то, чем сейчас мы занимаемся все. А вообще, как вы считаете, профтехобразование должно самостоятельно выживать или все-таки получать? Может ли они, вернее? Я вот, знаете, тут внутри у нас тоже очень много дискуссий по этому поводу. Есть разные такие настроения. Я хочу сказать вот каким образом. Я считаю, и вполне так, знаете, не то, что там высокопарно. Но я считаю, что вообще система профтеха Архангельской области это вот одна такая из козырных карт в нынешней ситуации правительства Архангельской области. Где-то недооцененных карт, скажем так. Потому что вот если бы действительно более тесно работать с системой профтеха и с работодателями, помогать вот этому содействию и обратить внимание на какие-то наши проблемы, конечно, это было бы более... Это те дефицитные рабочие кадры, о которых мы так много говорим, да? Действительно. Опять, вот основная дискуссия всегда идет в последнее время. Курица или яйцо? То есть, грубо говоря, некоторые считают, что чем будут больше квалифицированных кадров появляться на нашем небоскловне, что называется, то есть они за собой потащат промышленность. Другие считают, что наоборот должна быть хорошо работающая промышленность. Тогда профтех потянется за это. Я думаю, что если где-то посередине, и без того, и без другого гармоничность существовать невозможно. Поэтому, естественно, мы считаем, что все-таки внимание к профессиональному образованию, оно необходимо, потому что действительно где-то, в каких-то случаях, оно реально будет локомотивом развития промышленности. И спасет где-то, да. Вполне возможно. Вот надо обратить внимание на то, что вот у тебя под... Конечно, конечно. Многие говорят, многие говорят работодатели, вот мы сколько не общаемся, я же сам работодатель, да, получаюсь. И я вижу, что у меня есть проблематика в некоторых кадровых назначениях. То есть это абсолютно, ну, например, судоводитель. Вот чтобы у меня по ВГОСу, мне нужен судоводитель для обучения детей с высшим образованием судовождения по профилю. В Архангельской области днем с огнем не найти. Мы идем в порт, то есть к реальным людям, которые помощники капитанов, командный состав, они приходят с рейса на берег, мы их в это время загружаем часами, они ведут работу с нашими занятиями, два-три месяца, потом снова в рейс уходят. Иначе, ну, вот выходим разными способами, но действительно профессионалов высокого уровня во всех областях, вот в Архангельской области, ну, серьезная проблема. Ну, так выкручиваетесь, да, все-таки, чтобы ребята получали действительно хороший уровень образования. Вот, кстати, о предприятиях. Вы сотрудничали с Красной Кузницей. Как сейчас дело обстоит? Судостроение и вообще это предприятие у нас ведь не на очень хорошем сейчас положении, да, в Архангельской области? Давайте так, значит, внутри той территории, которую раньше называлась Красная Кузница, сейчас много хозяйствующих субъектов. Мы выстраиваем добрые отношения, именно трудовые, с каждым, с хозяйствующим субъектом. Все, кто заинтересован в поступлении новых кадров, мы только за. И поэтому сами мы являемся, вот таким, решили мы немножко здесь сделать шаг вперед, как мы считаем, и вот именно поработать в направлении частного государственного партнерства. Я вообще считаю, это одно такое, об этом много говорят, но реально оно, особенно в образовании, редко происходит. Вот мы вступили в некоммерческое партнерство Красная Кузница, там 14 предприятий, 14 как раз собственников, которые активно заинтересованы в наших выпускниках. Пускай пока в небольшом количестве мы работаем с другими, естественно, но вот такое тесное взаимодействие нам очень помогает. Оно не приносит прямых денег, естественно, нас там никто не финансирует, но, тем не менее, помощь оказывается очень серьезная, и нас это радует, так же, как и с другими компаниями. А какие еще предприятия? Ну, это очень известные, естественно, это, во-первых, ну, река, да, то есть Северное речное пароходство, экотек-бункер, это, значит, район водных путей, северный район водных путей. С ребятам есть где проходить практику и где тренироваться? Более того, почти 90, даже более процентов у нас практику проходят за деньги, то есть они их берут не в штат, но на договор. То есть выплачивают еще какие-то премиальные зарплаты? Абсолютно, то есть они заинтересованы. Да, причем там и 6, и 7, и 8, и 10 человек на одно предприятие, это норма для нас. То есть заинтересованы все равно в ваших выпускниках, да, то есть они как-то вот трудоустраиваются? Конечно, ну, даже не как-то, а, ну, да, то есть, да, трудоустройство — это обязательное направление, это то, что мы отслеживаем, естественно, вот, но, сами понимаете, как раз период получается, вот они к нам пришли после 9 класса и заканчивают они как раз перед армией. И первый год, конечно, у них армия. Мы, кстати, этому направлению тоже огромное внимание уделяем, за что потом многие из них приходят, нас благодарят. Вот, а вот затем уже, и второй год тоже так же мы мониторим ситуацию и, естественно, смотрим внимательно для того, чтобы ребята были трудоустроены. Трудоустроены. Ну, вот, например, с работодателями у нас бывают разные взаимоотношения. Например, вот с нашими партнерами, группа компании «Оптимист», они приходят к нам в техникум с первого курса. У нас ведется рейтинг обучающихся. Они берут, то есть, так как они основные наши партнеры, берут лучших себе на практику, а потом сразу трудоустроены. То есть, и для ребят это тоже стимул, да? Да, они ведут их вот с первого дня, как они пришли к нам, они их ведут. Выращивают себе кадры, да? Да, именно так. Вот это, я считаю, идеальная форма. То есть, и вы бы приветствовали и другие вот такие же инициативы? Конечно. Мы ко всем приходим, мы говорим, рады сотрудничеству, приходите к нам, нам нужны специалисты, классные часы пускай сначала, экскурсии. Все это проходит, безусловно. Но теперь-то ведь закон о образовании говорит о том, что работодатель должен быть одним из чуть ли не самых активных участников образовательного процесса. Он должен и программы вместе создавать, и профессиональные стандарты он должен создавать, и впоследствии участвовать еще в независимой экспертизе при аттестации на шикар. Ну вот надо воспользоваться, у вас прекрасные условия. А вот скажите, педагоги, преподаватели, вот здесь как у вас? Есть ли, вот вы уже упомянули, да, дефицит кадров, конечно, с высшим образованием специалистов есть все-таки, да? Вот именно по спецдисциплинам, да, если в общем образовании, а мы, безусловно, еще этим занимаемся, да, здесь у нас очень устойчивый, очень сформированный состав, много педагогов в высшей категории, заслуженные, вот, поэтому здесь коллектив способен решать самые амбициозные задачи, а вот действительно по спецдисциплинам такая проблема существует, вот, мы ее разными способами, я говорил, вот уже один из примеров, пытаемся решить, но в основном опять через своих работодателей, то есть мы к ним выходим. Но идут навстречу, понимают нужность? Конечно, 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 понимают, а мы, наоборот, своих преподавателей на стажировку, вот сейчас готовимся отправлять, чтобы наши преподаватели поднимались в профессиональном уровне, и это тоже взаимодействие такое обоюдное, оно правильное абсолютно. Вячеслав Анатольевич, а новые специальности не хотите в Орешкове открыть? Значит, ну, знаете, говорят так, хочешь насмешать Бога, расскажи ему о своих планах, так вот, просто здесь мы, безусловно, работаем в этом направлении, просто когда вот я пришел в январе 12-го, тоже такой полон всяких мыслей, но сначала все-таки, проанализировав ситуацию, было понятно, что сначала нужно вот весь свой потенциал, который сейчас заложен, его нужно использовать, потому что он используется далеко не максимально и до сих пор, да, вот, сейчас в каких направлениях основных, вот за последний год удалось что сделать? Ну, во-первых, например, мы открыли, значит, направление дополнительного профессионального образования для жителей города Архангельска, это подготовка судоводителей маломерных судов, а, соответственно, вот, над чем сейчас непосредственно работаем, у нас будут переговоры с Министерством транспорта для того, чтобы нам возобновить подготовку матросов уже на море, то есть опять вернуть себе вот эту морскую стезю, что называется, потому что реки нам уже мало. Наберете? Так, это, я так могу сказать, здесь, сейчас в Архангельской области ни одно учебное заведение не готовит матросов, мотористов на море, не... Так что у вас тут будут все карты, да? Конечно, конечно, поэтому очень много, очень много спроса, пока предложения нет, потому что нам надо признаться, в Министерстве транспорта это целая процедура, такая очень длинная, Москва, опять же, отдаленности, но тем не менее работаем, я думаю, что в ближайшее время эту проблему душим. Да, действительно, планов у вас громадье, это здорово, Вячеслав Анатольевич. И в конце нашего разговора такой небольшой блиц, вы сами кем мечтали быть в детстве? Ну, честно говоря, наверное, много кем, но точно не учителем или каким-то там директором, но я помню свое сочинение где-то в начальной школе, что-то такое мне когда прочитывали на выпускном, вроде как водитель такси, было, что тут водитель, может магистраль, водитель, как бы есть такая связь. Хорошо, вы по образованию историк, вот каким специальностям в своем Орешкове вы завидуете так по-хорошему? Ну, как историк, я завидую, безусловно, судоводителям, судомеханикам, потому что это путешествие. Одно дело много раз прочитал. Да, да, одно дело раз прочитал, а другое дело много раз один раз увидел, вот что называется. Этим я завидую. Ну, и также я завидую технологам и поварам, это вкусно. Всегда в руках дело свое. И ваши пожелания в день рождения, вот, вверенного вам техникума? Ну, я бы своим коллегам, во-первых, хотел бы их поздравить, потому что для нас всегда день рождения техникума это праздник, вот, хотел бы пожелать, во-первых, крепкого здоровья, внутреннего душевного спокойствия в наше неспокойное время, по-хорошему, таких вот амбиций профессиональных, желания добиваться профессионального успеха и желаю, соответственно, профессиональных побед всему коллективу, себе и нашему техникуму. А студентам? А студентам удачного обучения, сейчас будет, вот, скоро сессия уже начинается, удачные сессии. Спасибо, Вячеслав Анатольевич, очень интересно было с вами разговаривать. В прямом эфире был директор Архангельского техникума водных магистралей имени Орешкова Вячеслав Козлов. Завтра в это же время в студию придет Александр Назаренко, преподаватель кафедры политологии и социологии. Мы обсудим состояние дел с миграционной ситуацией в Архангельской области. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok